Всем привет! Всем привет! Всем привет! Двести с полей! Двести с полей! Двести с полей! Устал что-то я. Устал я собираться. Ой, ну ладно. Поехали на Байкал! Ура! Нас Леша решил вывести на Байкал. Ты кнопку нажал? Нажал. Лето, зима и все. Нам надо сказать, все, едем на Байкал. Мы ура! Обрадуемся. Ну это такой Байкал. Нервный, так сказать. То есть мы сегодня туда поедем. Сейчас только 11 часов. Да, пока вот сегодня 10. В 11. Да, мы где-то до туда 2 часа ехать примерно. Мы в час перейдем. Смотрим, как ехать. Как я ехала тогда на Иркутск. Нет, мы через Белезовку будем ехать. Ну понятно, что через Сильвку. Да, 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 да. Потому что другие. Ну Леша снимет маленько, покажет, что такое Верхняя Березовка. Это у нас коттеджный поселок такой. Ну да. Я скорее всего покажу, что Леша поедет. Ну если думаем, кто поедет или Леша. Или Леша. Или Лена сказать, что Лена поедет. Потому что Леша надо маленько отдыхать. А ну покажи трактор. Справа. Зачем он нужен трактор? Ладно, все. Красиво. До следующего включения. Какого включения? Я о чем можешь поговорить. Батарейка сядет? Нет, она не сядет. Она такая, видишь? Немножечко уставшая я. Ладно, все, ребятки, мы уже едем, сейчас мы приезжаем уже где-то. Ну и пока это еще район Верхняя Березовка считается. Верхняя Березовка. Скоро будет Петуховка, да? Наверное? Скоро Петуховка. А, нет, Петуховка это по другой трассе через Бурвод, да? Да. Здесь такая дорога, что пусты, кусты, кусты. Ну да, везде. Это Турунтая получается? Реально Березовка. А мы реально Верхняя Березовка, здесь они Березы. Да, кстати, почему называют Верхняя Березовка? Потому что мы сейчас поднимаемся вверх, вверх, вверх и все здесь Березовка. Посмотрите, обратите внимание. На территорию справа, здесь сидит мужчина. На задней территории сидит мальчик. Вот, видите, все в Березах. Сейчас я попробую высунуть камеру. Рискну, но... Не надо, не надо. Нет, чуть-чуть, чуть-чуть, маленечко. Чуть-чуть. Пахнет, по-моему, у нас бутербродом. Все, закрываем. В общем, кто не был на Байкале, всем советую съездить. Реально, незабываемое впечатление. Вот разные велосипедисты и спортсмены у нас, видите, по дороге мчатся. Сейчас попробую. Оп-оп, не знаю, заметно было ли. Вот, сейчас какие-то лыжники типа, да? В плавательных плавках гоняли. Такие специальные у них лыжи с колесиками. Это не лыжи. Лыжи, это специальные. Тренироваться как с этим лыжником летом? Как тренироваться? Льда нет, там снега нет. Не они. Там же и конькобежный спорт, да, скорее всего, тренироваться? Ну да. Специальные такие. Ну, ролик и конькенник, как и обычные коньки, наверное. Поэтому... Так что, вот. Ладно. До связи, ребятки. Надеюсь, что нам удастся пособирать сегодня ягоды, грибы. Ягоды. Разные коренья. Да? Корешки, травки, марафки. Клещей. Ну, клещей-то нежелательно, но их сейчас очень много, на самом деле. Опасно. Ладно, все. Надо светлую одежду одевать. Может, очки темные, да? Да. Немножечко хочу вам снять природу. Немножечко. Все, конечно, здесь самая настоящая тайга. Слева, справа. Там наверняка есть медведи. Медведи увидели. Вообще, у нас здесь и ягоды, и кедр очень много. Мама, я медведи увидел. Медведи очень хорошие у нас. Медведи. 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 Давай, скажи. Я медведи увидел. Вот он чешет, не слушайте его. Нет, реально. Он чешет, не верьте его. Нет, реально. Медведи. Медведи. Вот какой-то приезжаем, что я сейчас вам скажу. Сама, если честно, уже забыла. Здесь туалет. В общем, можно перекусить, туалет сходить. Потому что дорога длинная. До Байкала вообще 180 километров. Здесь шашлычки жарят. Бархан, кстати, не скинула. Сейчас будет бархан. Сейчас будет бархан, нужно на бархане скидывать мелочку. На, открой окно. Ты сама. У себя там открывается, что нет. Открывается. Не ту переднюю, а надо с собой открывать. Кидай, Артем, русский. Да, Артем. Человек-то не поводи. Давай, скидывай. Такая есть примета. Чтобы дорога была удачной, нужно скинуть денежки. Кидай. Угу. Ну, скидывай, да, нам нужно оба скидывать. Скидывай. Да, вот все скинули. Денежки. Только в машину там другую не попадет. На обратной дороге. На обратной дороге тоже, когда видите на деревьях вязочки, нужно обязательно, ну, либо водку, да, производить конфетки, либо мелочи. Деньги можно скинуть. Это как бы мы говорим, как правильно сказать. Благодарим Богу, да? И еду ложили. В воду. Вот. Так что, если будете в наших краях, то иметь ничего это. Обгоняешь. Ничего это все. Можно здесь обгонять, да? Здесь обгонять можно, но там поворот спереди. Я это не считаю. Не знаю. Переди. Я не вижу. Ну что, мы уже сколько в пути с тобой? Два часа. Ну где-то час. Час уже едем, полтора. Решили перекусить, потому что мы очень хотим кушать. Я там дома сделала бутеры с батоном услюбительским, с колбаской кремлевской, с сыром голландским. С сыном голландским нет. Огурчиком китайским и сырочек адыгейским. Так что очень вкусно. Вообще гремучая смесь, смотрите. А-а-а. Приятного нам аппетита. Будем кушать сейчас. Я буду Лешу кормить вот так, смотрите. Будешь гамбургер? Гамбургер будешь? Гамбургер потом. Гупсик. Гамбургер. О, я же говорю. Сейчас салфетку возьму тебе. У меня здесь даже салфетки припасены. Я в аппетите взяла салфетки. У меня остались еще. Скоро. Я знаю. Там очень рядом. Так, гамбургер держи. Хорошо, чтобы колбаса не выпрыгнула. Колбаса. Так. It's ok. Могу тебе сырок еще дать. Такой голландский буш. Клобаса слиплась. Надо и есть. Блин, сыр адыгейский слипся ему. Ладно, все, будем есть. Все, мы поели. Ну, типа. Ты кончил. Нет, здесь камера кончила. Демка, чипсы ест. Покажи, какие чипсы у тебя. Какие чипсы покажи у тебя? Вообще не это чипсы. Покажи, какая упаковка. А нет. Мы редко едим. Покажи. Почему луковые кольца с беконом у него? Вчера ели. Нет, мы вчера ели картофель с беконом. А это луковые. Потом, когда ели, до этого? Когда? Когда ели. Ну ты ел, я не ела. Ну что, ребятки, мы приехали. Сзади меня Байкал. Мама, смотри. Сейчас пока не знаю. Подснежник что-то? Ничего себе. Только подснежники вылезли. Смотрите, подснежники. Или это нет? А нет, это однако не подснежники. Это какой-то цветок. Не надо рвать. Я не знаю, что это за цветок. А вот это желтый. Куриная слепота. Курица съест, а слепнет. Блин, ребят, здесь так-то не жарко. Здесь прохладненько. У меня даже кофты с собой, штанов нет. А мне не холодно. Здесь, конечно, воздух чистый прямо. Шикарный. Классно. Слышите что? Песочек. Какой тут песочек? Здесь не покупаться, ничего. В камне. Блин, холодно. Я даже кофту не взяла, блин. Ааа, холодно. А мне нет. Ну, вид, конечно, шикарный. Чайки летают. А Леша что-то не выходит. Леша-то куртку взял, а не выходит. Вот что ты не выходишь? Мы уже на Байкал приехали. У меня только одна тоненькая шовточка. Ура, в другое место ездили. Там вот такой песочек, такой браненький. Ну да, здесь нет песочка. Сейчас он куда-нибудь нас туда увезет. В пески. Вот я смотрю, весь берег в камнях. Обратно едут уже. А вы сценарий пишете вообще? Нет, конечно, не пишем. Да не может быть. Не, ну когда делаете видео какое-нибудь? Никаких видео и сценариев не пишем. Мать ваша, вы когда какое-то там делали, поцелуй какой-то смертит. А, ну это просто в голове. А, это, кстати, тебе понравилось, Лех? Ну, как бы рвотного рефлекса не было, но. Не, ну как бы там срежиссировано-то прикольно было. Ну да. Ну сценарий у меня в голове, просто я посмотрю, раз двадцать, наверное. Ты сейчас, Алексей, что делаешь? Расскажи вот просто, как это блюдо называется. Мы, кстати, хотим у вас познакомиться. Всем познакомили нашими друзьями, братьями. А это теперь уже друзья. Это Алексей Анатольевич. Да, в общем, мой коллега, одногруппник, хороший друг. Он уже не коллега. Ну как? Безработный же тоже. Тоже безработный коллега, да. Алексей, расскажи, что у нас готовишь? Мы готовим жаркое. Ну, вообще, это называется лагманом. Лагманом? Да. Бурятское блюдо? Нет, это не бурятское блюдо. Обрезай сразу. Обрезай сразу. А что тогда из всех бурятских кафешков готовит лагман? Вообще, лагман, ну, это к узбекам относится тоже. Наряду с пловом. Угу. Ну, вообще, это не совсем лагман. Этот рецепт посмотрен у блогера Климова, Алексея. Ничего себе, какие слова ты знаешь. Ну, даже его журнал-то я смотрю. Там же тоже блог. Да. Правильно? Вот, есть такой путешественник Алексей Климов. А вот он поделился рецептиком. А я знаешь, кого смотрю, там это адвокат есть, там такой адвокат. Адвокат Егоров. Вообще, такой дяденька. Который делает все. Который делает все. Почему у него хватает времени на это все, я вообще понять не могу. Я тоже не понимаю. Мне очень понравилась его лодка и дом куполообразный из пленки пищевой. Я что-то не видел. А знаешь, что видел? Как он делал? Стулья делал в этом выжигании. Каяк. Каяк он выжигал тоже. Я говорю лодка. Оригинально. Что делаете? А это у нас Светлана Борисовна. Ага. Светочка. Да, просто Светочка. А Света, в общем, тоже наша одногруппница и даже статус там она повыше, чем одногруппница, да? Я уже забыл как это называется. Это староста. Да, да. Вот как это староста. А мы, кстати, у Егора пытались снять, ну как работает эта программка, да? Два раза уже причем. И у нас два раза вообще такой бидлам получался. Ставим планшет, планшет падает, камера трясется, приехал домой, звука нету. Это что такое? Это плохой режиссер, да? Я не знаю, это наверное я плохой. С Егором такие сидят, что делать вообще? Где крепления эти брать для планшета? Я картоху тоже не мыл. Я ее дома помыл, почистил и все. Да ладно, ты так что сырой готовишь. Особо впечатлительные это. Успокойтесь, пожалуйста. Кто там у вас есть впечатлительный? Не впечатлительный, ничего? Нет, нормально. А почему такой желтый лег? Панкуете иногда? Да я говорю, отвали. Все, отвалил. Тут может быть и камушки, и песочек, ничего страшного. А помнишь, что на рыбалке-то суп с собой приготовили? Что было-то там? Почему мы его выкинули? Это не суп был, мы чай сварили. Чай сварили, он говном пах. Мы думали, что мы, зачерпывая снег, почему-то зацепили еще и какашки. А по факту казалось все проще гораздо. Мы просто молоко когда грели, а было в Назаровской, в банках, оно сгорело. Сгорело. Почему-то стало пахнуть какашкой. Видимо там не молоко все-таки. Чего так вилкой картошку-то режешь? Леха, тут совсем-совсем мелко. Ты трешак такой не снимай, она видишь не очень чистая. А ты снимаешь. Мелко, потому что так надо. Потому что нужно, чтобы картошку... Лена, а вот этот рыбий глаз у тебя как включается? Что за фотоаппарат? А, это же показывал. Тут все делаешь. А, это вы когда вот. Артем уже искупался. Ногами и руками. А нет холодно? Не, не раздевайся, не надо рано еще. Идись аккуратно. Видите я, как оделась? Одела куртку. Юбку себе типа сделала. А как его зовут? Данил, да? Да. Ты что, забыл? Короче, пришли котелок отмывать. Что-то много воды налил. Много налил воды. На тряпку. Там плесень, знаки вообще. Куча смеси. Я думала, тепло будет. Вообще замерзла суши. Ветер холодный такой. Вообще замерзла? Вообще холодно. Моей юг развязалась. Видишь? Надо развиваться. А там теплее, да? Где? Конечно, там нет такого ветра. Но здесь уже за нас все выложил. Видите? Вот так-то здесь песочек. В принципе так. Смотрите. Вот так вот. Подставка и зарзал озеро. Вот так вот. Продолжение следует...